День поля 2022. В Шангар-Лаусском районе прошел семинар по сельскому хозяйству. Помимо местных аграриев, участие в нем приняли и представители отрасли, ученые из соседних регионов России. Коллеги обсуждали вопросы использования новой техники на полях, произведения сева с перспективой повышения урожайности. Ученые-агрономы ознакомились с сортами и видами культур, посаженных на опытных полях. Они обсудили качество семян и эффективность применения минеральных удобрений. В 90-е годы площадь Пашни в области достигала 2 миллионов гектаров. В Теректинском, Тоскалинском, Бурлинском и районе Байтирек сохранилось всего от 10 до 60 тысяч гектаров пахотных земель. Сейчас проблема заключается в освоении залежных земель по новым технологиям. Шанс всегда есть использование засухоустойчивых, подходящих для климата региона семян. Технологии это очень важно. Главная цель – полное владение агротехникой. Это мы разъясняем и стараемся научить хозяйства, которые хотят осваивать залежные земли и занимаются освоением, развитием Пашни. Ежегодное изменение климата отражается на земледелии. При применении научного подхода и грамотных технологий хороший урожай можно получить в любых условиях. Для этого и важны инновации в сельском хозяйстве. Цифры говорят сами за себя. Например, если раньше на 1 гектар азимых высевали 145 килограмм зерна, то теперь это число уменьшилось до 54 килограмм. При снижении объема при посеве зерна урожайность высокая. Технологию посева изменить, технологию ухода изменить, чтобы каждый год Казахстан или Западно-Казахстанская область имела бы гарантированный урожай. На паритетных условиях вместе с нашими сельхозтоваропроизведителями на поле обсудить и прийти к единому мнению, чтобы мы обеспечили не только Казахстан, но оставались бы экспортоориентированной страной. Науке надо придавать должное внимание, потому что везде только за счет науки происходит прогрет. 70-80% прибавки урожая за счет науки во всех развитых странах. Такие семинары помогают найти решения для похожих климатических зон по улучшению урожайности. Ученые уверены, что нужно пробовать современные разработки. Только практический подход покажет, какой из предлагаемых методов действительно принесет нужный результат. Нужно смотреть, чем занимаются другие люди, какие инновации есть, какие направления, какие перспективы. Только когда познаешь и смотришь, анализируешь и на основе этого проверяешь, адаптируешь, можно продвинуть науку дальше, можно совершенствоваться, можно поднять наше производство, увеличить урожайность, продуктивность культур и тем самым повысить благосостояние своей страны и своего народа. На семинаре специалисты смогли обменяться наработанным опытом и обсудить, какие из применяемых на практике технологии будут наиболее оптимальными для повышения урожайности и качества зерна. Сегодня, когда продовольственная безопасность вновь обретает большую актуальность, решение этих задач стратегически важно.